доброе времени суток приветствуем вас на канале все про все в этом видео мы отправляемся в буковель на закарпатья это украина почему мы туда отправляемся так как в видео о львове ссылка сверху был оставлен подписчикам комментарий о том чтобы мы показали еще закарпатья дорога киева занимает в закарпатье 10 часов и мы решили туда поехать через львов и остановились мы в гостинице панска гура во львове ссылочка на видео сверху и отправиться после ночевки во львове в закарпатье так как дорога со львова в закарпатье занимает четыре часа то все же таки лучше остановиться с ночевкой во львов и львов посмотреть и тем более что это зима очень заснеженные дороги и тише едешь как говорят дальше будешь дорогу буковель лучше выбирать или через ивана франковск или через львов это самый лучший оптимальный вариант дороги с киева хочу сказать что мы выбрали дорогу которая едет через львов так как я уже говорила что мы останавливались в гостинице панска гора во львове ссылка сверху на видео то есть вы можете посмотреть гостиницу и хочу сказать что так как и дорога занимает 10 часов не стоит по дороге где-то останавливаться каких-то еще других гостиницах достаточно на наш взгляд вот как мы делали да мы выезжали там в четыре утра и к вечеру мы уже были в буковеле дороге конечно они были почищены и до были иногда и заторы это в том случае авария по дороге но лучше тише едешь как говорят дальше будешь вот так что хочу сказать о буковель буковель это дорогой отдых но есть свои плюсы и свои минусы если вы будете заселяться то в лучшем случае за недельку полтора вам уже надо будет выбирать какую-то гостиницу и смотреть если в самом буковеле то цены конечно очень дорогие ну то есть вы понимаете да что такое буковель а если где-то около буковели цены будут на процентов 30 50 дешевле но если к подниматься в горы и к вам надо будет все равно доезжать то стоянка а вашего автомобиля будет вам обходиться от 100 до 150 гривен но то есть тут надо все свешивать у кого конечно какой бюджет если вам достаточно платить буковели тогда там вам за парковку платить не нужно а если вы будете где-то на окраине буковеля то за стоянку в самом буковели где вот подъемник в горы вам надо будет платить денежку также хочу сказать что в самой буковели на горе питание тоже предела дорогие там дыруны даже банальные ходов будут стоят где-то от 150 до 260 гривен то есть это тоже когда это надо учитывать и снаряжение снаряжение там лыжи костюмы если есть ваши у вас дома то есть вы можете себе их спокойно брать и там же пользоваться если у вас на решение нету то можно его брать в аренду в аренду в ну в аренду перед буковелем там есть здание которых это или лесовом букле также цена идет то есть цена и дороже цена дешевле зависимо от того какой отдых вы будете себе выбирать перед буковели хочу сказать что есть такие села как пола нитя татарова и яблу яблу нитя вот эти села они более-менее дешевле по снятию номера да они на окраине но рекомендую я еще также татаровой и вот яблу ниц они намного дешевле снижение хочу также по цене сказать она стоит от 250 до 500 гривен зависимо от от класса этого снаряжения да то есть это в сутки это на день то есть вы не на весь вот их этого берет то есть цены дорогие чтобы понимали что все надо свешивать по вашему бюджету чтобы не пришел вы приедете и вас вот не получилось какой-то там неприятный момент вашего отдыха также хочу сказать что буковели снег идет как из пушек так если снежит украине и много снега нападает то тогда они включают пушки вот ну конечно отдых в буковели это самый крутой в украине самый классный даже с других стран сюда приезжают трасса по подъемнику есть от 50 до 75 километров то есть мы можете на подъемнику проехать визит буковели посмотреть какой он же все-таки красивый глинтвейн теплый тоже есть стоит он приблизительно 80 гривен то есть кто любит его ну то есть и вы все понимаете что такое никого также хотим посоветовать если вы будете все штуки выбирать номера гостиницы сами гостиницы на букинге вы всегда смотрите отзывы отзывы читайте потому что не только на букинге ну и старайтесь на и других каких-то сайтах потому что нашем случае попалась чуть наоборот как бы по отзывах гостиница шикарная условия также кухня да она себя оправдывает но те звездочки которые на букинге они себя не оправдали не 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 чуть-чуть то есть все таки советуем читать смотреть и читать не только на букинге обзор самого ужасного номера в отеле мараданс с чего все началось номер на первый взгляд может показаться что он в принципе нормально ну вот этот сейф который это сельс на секундочку это сейф а перед этим я хочу сказать что номер стоит 100 баксов вот и за этот номер 100 баксов в котором чайник нету воды воду нам эту пришлось покупать вот это вот это стакан и понимаете как у бабы люси алаказай премиум вот сразу в принципе ничего заказывать не надо только приз куранты за то что вы можете побить замечательный отель морден палас и что самое интересное на букинге очень красивые фотографии вот халаты в халатах нет номерах холоду такие кита вафельные щетку очень лишь у меня мужа кто-то ходил эти стульчики как у бабушки в селе вот а это супер-супер тюли тюли тоже как у бабушки меня ощущение что я съездила просто все что съездил всего вот этот номер как будто для новобрачных вот ну как бы и так видно что он уже не очень вот но это прелесть это главное вы можете спросить почему столько полотенец потому что здесь ламинат и когда ты ходишь в душ вся вода просто вот тут ее приходится вымакивать воды да это в принципе все мыло которые есть таких панчик вы ничего не сможете взять как бы она все грязное с самого начала вот видите вот это вот все вот зеркало полностью заляпанное и один какой-то непонятный стакан как-то для чего он нужен вообще в ванной в принципе тоже вам только стоит этом все баночки все грязное но прелесть этого номера в том что очень воняет вода воняет снизу идет какой-то угарный просто дым такое ощущение что такое ощущение что просто кто-то жжет что-то все время но вид из окна в принципе красивый вот единственный плюс этого отеля в том что здесь нормальная кухня просто ужас просто ужас воняет воня